Уже 4 года движения СтопГОК Бориса за то, чтобы быть услышанным. В 20 минутах от центра города у нас хотят построить опасное производство. Томинский горно-обогатительный комбинат. Это производство технологически уровня 19 века, которое хотят построить сейчас в веке 21. Мы провели десятки митингов, сотни пикетов, но ничего не поменялось. Осенью нам звонил Владимир Путин, сказал общие слова, сказал, молодцы, что боретесь за то, что считаете нужным. Но только где это сейчас все? Мы видим, что ситуация в Томино все хуже и хуже. Туда все активнее приезжает техника, местные жители подавлены. Но мы понимаем, что строительство еще можно остановить. Поэтому за несколько месяцев мы организовали сбор подписей. Это не просьба, не челобитная. Это требование от господина Путина решительных действий. Нам надоели пустые предвыборные обещания и просто дешевый пиар. Здесь сказано четко и ясно. Либо вы запрещаете строительство Томинского ГОКа, либо на выборах мы оказываемся поддерживать вашу кандидатуру, агитируем против вас или агитируем за бойкот этих выборов. Сегодня, после того, как мы сдали подписи президенту, я также собираюсь встать в одиночный пикет у здания Государственной Думы, чтобы еще раз на федеральном уровне четко и ясно заявить о позиции челябинцев. Томинского ГОКа на нашей земле быть не должно. И челябинск будет голосовать только за тех кандидатов, которые выразят свой протест против этого строительства. Вредного и губительного для жителей. Многие в нашем движении СтопБук, многие в городе поначалу надеялись на власть. Если сложить все видеообращения к Путину, которые были записаны за это время, получится просто многочасовой фильм. «Владимир Путин, помогите!» Но сейчас уже никто ничего не просит. Сейчас люди поняли, каково отношение федеральной власти к тем проблемам, от которых, по сути, зависит их жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok